Здравствуйте, дорогие девочки! Приветствую вас в дамской комнате. Мальчикам вход запрещен, поэтому, пожалуйста, подождите за дверью. Сегодня ко мне приехали густи. Аж где-то в час ночи. Как всегда неожиданно и, честно сказать, даже совершенно безболезненно в этот раз, без каких-либо признаков и намеков. Естественно, что неожиданно. Иногда их ещё называют красные дни. Одна моя одноклассница называла праздники. Одна моя знакомая называла просто миськи. Короче, девочки. Вы же тут только девочки, да? У нас же только дамская комната, мальчики остались за дверью. Я решила... Сегодня вообще умываясь где-то в полвторого ибо лежала. Я такая лёжа в нём два с лишним часа. И вообще у меня в первый день бывает бессонница. Но о побочных эффектах, я думаю, если такое зайдёт, мы поговорим в следующий раз. Сегодня я хочу поговорить об основной теме. Как вы, девчонки, называете эти дни? Месячные. Менструацию. Красные дни. Праздники. Миськи. Гости приехали. Что-то ещё как-то называют. Ну, так вот, меж собой. Там, в школе, допустим, когда учились, или учитесь, или досеку, только ещё собираетесь. Вот впервые в жизни. Вот тут 12 лет. Настали такие интересные дни в 13 или в 14. Ну, как бы обычно бывает. В определённое в это время. И вот вы как-то между собой шушукаетесь, чтобы другие не догадались. Ну и чем вы справляетесь? Я вот совершенно недавно узнала к моему стыду. Честно, зелёная. Я вообще никогда не представляла, что существует менструальная чаша. Благодаря одной подписчице я её загуглила. Пришла ко мне в гости подружка. Впервые в эту квартиру. Я ей рассказала про чашу. Я думала, это я в танке. Оказалось, не я. В общем, она более любопытна, чем я. Мы узнали все разновидности этой чаши. Ну, я до этого уже пришла к выводу, что эта чаша со мной вряд ли совместима. Ибо в первые полтора дня у меня уходит полторы пачки прокладок. И мне ими как-то удобнее. Вот одна моя родственница, она больше предпочитает именно тампончики. Моя маман пыталась юзать эти тампончики. Но мы с ней пришли к выводу, что удобнее всё-таки прокладочки. То бишь, и моя маман в пору жизни человеческой. И я считаю, что всё-таки лучше прокладочки. Ну, в общем, кто-то любит и то, и другое. Кто-то ещё и чашу использует. Я думаю, мне в таком случае, наверное, надо было бы ведро с собой привязывать. Может, ещё какие-то средства есть. Только я вот в танке. Вы мне расскажите в комментах. Если вы знаете, а я нет. Поделитесь, пожалуйста, опытом. А ещё я хотела поговорить над тем, ну, как бы это маленькое вводное такое видео. Первое в этом плейлисте. Я вся такая тут красная. Я специально завела девчонки. У меня тут даже это... Да, её видно. Её видно, видно, видно. Я хотела, чтобы мне кто-нибудь заваял красивую картиночку, заставку на ролик. Но в Афлудилке на тот момент никого не было. Или же просто люди не могут. Придётся использовать старую заставочку от ВикиКэ. ВикиКо. Ну, и меня сейчас так себе нравится. В общем, что хочу сказать. Я всё время боялась это обозревать. Мне было как-то стрёмно, стыдно, неудобно, неприятно, непонятно. Когда я видела у некоторых девчонок, что совершенно случайно на Ютубе попадалось в пустых баночках или в обзорах покупок, я как-то... Я офигевала их смелости. И думала, да не в жизнь я ничего такого не скажу на камеру. Да, вы шо? Ну, правда, помнится я по поводу некоторых роликов той же еды на камеру. Тоже думала, да не в жизнь, да вы шо? А тут в душе меня вдохновило потом. Совсем у меня так, знаете, феерия такая пошла вот этого вдохновения. Редко так бывает. Ну, вот так вот, чтобы с видео, вот с новым каким-то контентом, а тут вообще... А потом я знаю, что Ютуб как бы лояльно относится, очень даже хорошо относится к женским каналам, когда ведёт женщина канал, и у неё там большая часть аудитории женщины. У меня по аналитике где-то 85-87, иногда 88% раз в месяц оно обновляется. Это вас, дорогие мои женщины, и сколько-то там мужчин, которые за дверью остались. Мы там в дамской комнате полцаем тут по душам. И, в общем, решила я всё-таки раскрыть тайны народу женского пола. То, чем я спасаюсь из прокладок, так как я юзаю только прокладки. Ну, ещё ежедневки. Я помню, когда в Кульке ещё училась на сессии, мне попадались какие-то в Ярике такие феерические ежедневки, толстенькие такие. Ещё на упаковке было написано, вот не помню до сих пор вообще вот, хоть уройте, я не помню производителя, но они были как бы на первые дни, я думаю, у кого такие первые дни. На последние дни у меня шли хорошо, и типа как тупо ежедневки. В общем, раньше мне очень нравились мои маман тоже овес. Я ещё тогда мелко была, ни хрена не понимала, что такое. Она всё время ругала рекламу овесу, но такие хорошие вещи. Когда я её спрашивала, что ты ругаешься. А они их так преподносят и так рекламят, что это вообще, ну, как бы тайное должно быть тайным. Сакральное-сакральным. Как мой препод по разным предметам от теории культуры до прочей какой-то около культуры. Культуры в педе по культурологии. На культурологии говорил, что сакральное всё-таки ругал Мадонну, ту, которая певица, и её любовь к капле. Что сакральное должно быть сакральное. Я думаю, что так считаю. Но с другой стороны, если люди не знают, то как это вот, ну, как бы, не орать, конечно, на каждом углу. Белое не обдевать, обтягивающее не носить и не танцевать. Но я помню такой прикол, что там уберутся эта овесина. Кладётся в конвертик между книжками, зажимается. И потом как-то это, по-моему, то ли книжки, то ли этот конвертик прорезается. Короче, мы с маман тащились от овеса. Потом случился какой-то, видимо, кризис, потому что мы стали тупо покупать Беллу. Белла, в принципе, тоже неплохая. Но вот сейчас, по-моему, по цене Белла тоже прилично как-то стоит. По крайней мере, прилично относительно того, чем я сейчас пользуюсь. И вот если взять, допустим, Беллу и Овес, я бы выбрала Овес. Я бы даже доплатила на Овес. Если вот надо было бы. Я иногда стараюсь покупать Овес. Эти ночные мне нравились одно время фиолетовые, с каким-то таким ароматом были. Потом я пробовала Либера, Либрес или как их там. Да, прокладки я иногда называю подгузниками. Памперсами. Памперсы у меня тут памперсы закончились. Типа, бабушка, Лёля, ты куда пошла? Памперсы закончились у нас ходить в магазин. И, в общем, Олибрес, по-моему, да, или... В общем, я путаю то ли Либрес, то ли Либера. Либера вроде памперсы, да, эти подгузники, а Олибрес это прокладки. В общем, Олибрес как-то у меня не пошли, они у меня. Потом я запала на Натуреллу. Хотя до этого у меня дико воротило от ароматических, ароматизированных прокладок. А потом я запала на эту ромашку. Я её скупала тоннами. У меня была одна, ну, как бы есть она, одна знакомая, которая приходила ко мне за погодаем. Раз уж меня в комментах уже дважды спрашивали, то уж я как-то в каком-то ролике говорила, чего уж скрывать. В общем, приходила ко мне за погодаем и приносила обычно, так как ей неудобно было, что я делаю ей что-то. И она считала, что она за добро должна отдавать добро. А я как бы не против, но мне неудобно брать с людьми деньги. Короче, она мне приносила пау. Она спрашивала, что тебе надо. Вот ты вот такие любишь. Она как-то увидела у меня упаковку этих про запас Натуреллы. И привела ко мне Натуреллу. Слушайте, я так тащилась от Натуреллы. От тоненькой, от толстенькой. А потом что-то меня, не знаю что, но как-то она меня вот отвалилась вообще резко. Как вот привалилась быстро, так резко и отвалилась. Потом как-то случился уже мой личный кризис. Тупо не было денег. Померла бабуся. Там за квартиру дохрена платить. То есть всё, пятое, десятое. Денег нет. И я как-то случайно в атаке увидела. Вот это чудо. Вот это чудо. Одна моя ближняя, ближняя, скажем, близкий, мой близкий один человек женского пола. Тоже такие используют иногда. Но вот если я куда-то еду в атак, меня спрашивают, ты поедешь в атак? Ну ты когда вот поедешь в атак? А что надо? Я сразу понимаю, что вот надо вот что-то такое. Но для неё я покупаю тоненькие себе. Иногда беру толстенькие. Последний раз я закупалась что-то за 80 рублей. Они у меня все вышли. Они 19 чем-то сейчас стоят вот эти вот толстенькие комфорт, софт. И я что-то вот подсела на этот каждый день. Ну там есть длинненькие, есть маленькие. Подружка тут ко мне приходила, я ей показываю, смотри, говорю, вот. Она говорит, ой, такие маленькие, такие не беру. Я беру, я говорю, чё, вообще что ли это? Полотенце, она говорит, с ног до головы, да. И, в общем, как-то ко мне пришла опять же моя подружка, которая меня вечно на туреллу таскает. Иногда она олвесы приносит. Ну когда, видимо, чё, где она идёт. Вообще она работает в таком месте, где им периодически выдают. Это как бы гуманитарная помощь, не знаю, в довесок к зарплате или ещё что-то. А у неё в силу особенностей её организма не всегда ей это надо. И она притаскивает мне. И, в общем, как-то она мне притаскивает. Говорит, знаешь, есть такие, ну что-то я говорю, прикинь, такие дешёвые, такие прикольные, такие хорошие. Не только мне нравится. А мне больше нравится и светофора. Они там типа на 3 рубля дешевле. Он такой, ладно, как-то заехала до светофора, точнее, она меня облакала с собой. И я что-то так увидела, действительно, закупилась. Там ежедневки, кстати, что в каждом дне, что в светофоре нормальные. Там разница, может, рубль 2-3, но в принципе качество одинаковое. Последний раз я была в светофоре. Я их не обозревала, конечно же, потому что мне было неудобно спать на потолке. Вот я купила. Они, видимо, каждый раз там бывают какие-то разные. В этот раз мне попались прокладки для критических дней. Нет, бы уж написали для месячных, там, для гигиенических прокладки. Здесь-то у нас что пишут вообще. Тут тупо прокладки, а тут прокладки для критических дней. Классик, нормал, софт. 10 штук, 4 капельки. Тут у нас 3 капельки. Обычно в Олвисах я брала, старалась брать 4 капельки, 5 капелек, дофига капелек. И как-то вот... Ну, надо мне больше капелек. Я, правда, раньше думала, что капельки с толщиной никак не связаны. В общем, когда как уже получается. Тут вот так я закупилась вот этими, а потом светофорой вот этими. И, значит, что хочу сказать. Раньше меня перло исключительно на драй. Я не могла понять, зачем этот софт. Он весь какой-то мягкий. Через него, мне казалось, что туда залилось, обратно вылезти. А теперь из драй я могу только, ну, ночные. Олвис, если мне надо куда-то ехать. А ночные вот самое то. Потому что, допустим, часто у меня выходили эти... Как их там звать? Праздники. Красные дни. Вот только мне куда-то ехать на 3-4 дня, 5 дней, там, куда-то в путешествие. И так у меня эти праздники. Особенно если автобусная экскурсия, и там вот как-то, ну, геморная с этим всем. Я брала с собой волосы. А тут меня торкнуло последние года два вот именно на софт. Я прониклась софтом. Мягкость, пушистость. Ну и, в общем, что хотелось узнать у вас. Если вы, конечно, не стесняетесь писать комменты под этим роликом. Если стесняетесь, пишите в личку. Куда-нибудь. Я в фейсбуке редко бываю, в одноглазнике у меня глючат. Чаще всего в контактике и иногда в этом инстаграмчике. Короче говоря, хотелось бы узнать, во-первых, как вы называете эти дни. А еще, что вы предпочитаете? Софт или драй? Ну, или, возможно, какие-то вот вы марки. Может, я какую-то марку не знаю. Может, она даже дороже в разы, чем Always, но при этом круче. В общем, если вам понравилось это видео, то можете поставить пальчик вверх, можете вниз. Можете просто написать в комментах, Лёля, ждем продолжения. Всем спасибо за просмотр и пока!